Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнём, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте своё мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Эта история произошла в детском саду несколько лет назад. Валентина Петровна, как всегда, рассадила детей за стол и начала занятия. К ней в группу недавно привели новую девочку Настеньку. С виду спокойный и милый ребёнок. Вся группа внимательно слушала преподавательницу. Насте сначала не особо было интересно, о чём рассказывает женщина. Но потом она внимательно слушала Валентину Петровну со всеми остальными. И тут Настенька начала колупаться в носу пальцем. Валентина Петровна сразу же это заметила и спросила девочку, что она делает. Женщина поинтересовалась, где Настя этому научилась. Настя удивлённо посмотрела на Валентину Петровну. Похоже, девочка не понимала, что не понравилось преподавательнице. Настя ответила, что увидела, как её папа такое делал. Удивительно, но никто из детей даже не смеялся, не начал издеваться над Настей. Они сделали вид, что даже ничего не услышали и не увидели. Но была одна девочка Даша, которая обратила внимание на эту ситуацию. Она повернулась к Насте. Даша сказала, что так нельзя делать. Нужно быть более воспитанной. Ей мама и папа сказали, что особенно нельзя колупаться в носу за столом. Когда все кушают. Когда-то у отца Даши была эта вредная привычка. Но прошло некоторое время, и он от неё избавился. Валентина Петровна не оставила эту ситуацию без обсуждения. Она поинтересовалась у детей, считают ли они ковыряние в носу вредной привычкой и почему так нельзя делать. Вся группа задумалась над вопросами преподавательницы. Похоже, дети серьёзно начали размышлять над этим. Через несколько минут все как один сказали, что колупаются в носу только невоспитанные дети. Нужно избавляться от этой плохой привычки, если она у вас есть. И тут из-за стола выпрыгнула главная героиня этой истории – Настя. Она сказала, что нельзя колупаться в носу, потому что у человека вырастут рога. Ей так когда-то мама сказала, а потом и соседка. Баба Галя вообще сказала отцу Насте, что у него давно уже рога выросли. Он просто их не замечает. Так Настя, сама того не понимая, однажды опозорила своего отца перед всей группой в детском саду. Когда её папа узнал об этом от преподавательницы, то ему стало очень стыдно. Дома он не стал ругать Настю. Наоборот, мужчина решил, что нужно побыстрее избавляться от вредной привычки, потому что он подаёт плохой пример своей дочке. Однажды Настя может прийти в детский сад и ещё раз его опозорить. А мужчине почувствовать унижение вновь не хотелось. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.